Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. Сегодня около пяти часов утра на 41-м году жизни скончался Аким Толгарского района Жулан Умаров. Он занимал должность с сентября 2019 года. Жулан Абрая Аханович родился 7 июля 1979 года. Женат, четверо детей. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности юрист и Казахский национально-аграрный университет по специальности бакалавр кадастра. Трудовую деятельность Умаров Жулан Абрая Аханович начинал с должности заместителя генерального директора ТОО «Кирзавод-1». В разные годы занимал несколько должностей и имел богатый опыт работы на руководящих позициях. Был главным специалистом управления земельных отношений Алматинской области, руководителем отдела управления туризма Акимом Раимбекского и Толгарского районов. В период работы главой Раимбекского района внес неоценимый вклад в развитие элитного картофелеводства. За 10 месяцев работы Акимом Толгарского района способствовало решению наболевшего для населения вопроса по обеспечению центральным отоплением многоквартирных домов в микрорайонах Мелиоратор и Бостургай. Сообщается, что он две недели находился на лечении в городской больнице. Врачи поставили ему диагноз – пневмония. Проще и доступнее. Почти в два раза увеличилось количество запросов на сайт электронного правительства в период пандемии. Однако, несмотря на большую загруженность, работа портала не дала сбоя. Обеспечить бесперебойную работу удалось благодаря заранее принятым мерам. Подробнее о них расскажет Дамир Анитов. В период пандемии значительно увеличилось количество онлайн-заявок. Люди осознали, что не стоит без особой надобности выходить из дома и подвергать себя риску. Практически все нужные услуги можно заказать через сайт электронного правительства. Для этого необходим лишь современный смартфон или компьютер с выходом в интернет. Мне вот надо было получить удостоверение. Первоначально я сдала документы, получается, без большого пространства в очереди. Спокойно зашла, получила все справки, сдала. И вот сегодня пришла получить тоже все спокойно, все нормально. Переще прийти в ЦОН, запланировать бронь. И после с брони пройти. На сегодня через ЕГОВКИЗ можно получить 608 услуг, не выходя из дома. В их числе справка несудимости с места жительства, подача ряда заявлений и многое другое. В бумажном же виде с обязательным посещением ЦОНа оказывают 106 видов у заказов. Для того, чтобы посетить учреждение, необходимо заранее забронировать время на сайте электронного правительства. В этом году мы продолжаем работать. Стоит отметить, большая ответственность возложена на сотрудников колл-центра 1414. В случае, если гражданин не сможет разобраться в меню портала электронного правительства, операторы всегда готовы все разъяснить. По региону работают 54 человека. Добавим, учитывая возникшую ситуацию, операторы связи переходят на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить непрерывность работы сетей. Дамир Аннитов, Габид Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. К другим темам. 100 семейных пар Алматинской области уже участвуют в жилищной программе ЖАСОТ ПАСА. Проект стартовал 1 июля по инициативе Жилстрой Сбербанка. Согласно условиям, промежуточный заем в первые два года составит 6% годовых и дальше снижается до 5%. Шангсхан и Сымбат Кенесовы в браке порядка трех лет. Скоро ожидают появления второго ребенка. Теперь нужен собственный дом. Делится планами супруги. Первый шаг уже сделан. Про программу ЖАСОТ ПАСА узнали в интернете. Далее проконсультировались со специалистами. Нам рассказали обо всех преимуществах государственной инициативы. Далее открыли счет и взяли сертификат. Теперь будем копить на квартиру. С начала года в Алматинской области зарегистрировали брак 4811 пар. Им программа ЖАСОТ ПАСА предоставляет возможность приобрести жилье как в новых домах, так и на вторичном рынке. Также есть возможность оформить заем на покупку земельного участка под строительство собственного дома. Для того, чтобы участвовать в этой программе, один или оба супруга должны заключить депозит с признаком ЖАСОТ ПАСА. Минимум за один год они должны накопить половину от стоимости квартиры, то есть 50%, и достичь оценочного показателя равного 5. После этого они могут оформить заем от 6 до 9 лет. Преимущество программы в том, что заем выдается всего по 6%. Это всего на 1% ниже, чем процент по самой популярной программе Нурлужир. Процент сохраняется 2 года, через 2 года процент понижается до 5%. Одно из условий программы – на момент открытия депозита вашему браку не должно быть более 3 лет. В залог ставится приобретаемое жилье. На вот эти депозиты ЖАСОТ ПАСА у нас ежегодно от банка начисляется 2% вознаграждения и 20% премия от государства. То есть на сумму, которая накоплена за год, которая не превышает 200 месячных расчетных показателей, будет начисляться премия 20%. Еще основное преимущество в том, что не имеет значения возраст супругов и количество детей в семье. Открыть депозит можно в онлайн формате. Достаточно на сайте Жилстрой Сбербанка ознакомиться с инструкцией, либо позвонить в колл-центры или получить консультацию в любом отделении банка. Ильман Раенбеков, Гавид Кабдрахман, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Будь добрым просто. Сразу 10 многодетных и малоимущих семей Талдыкургана получили помощь от неравнодушных меценатов области. Продуктовые корзины доставлены волонтерами фронт-офиса МИРМДЖТСУ по заранее отобранным адресам. В коробке с провизией все необходимое. Мука, масло, сахар, макароны и даже арбузы с пиццей. Инициаторами благого дела выступило руководство сетей кафе быстрого питания «Патифуд». Волонтеры к выполнению доверенного им дела подошли со всей ответственностью. Волонтерами фронт-офиса МИРМДЖТСУ была возобновлена удвоенная работа по оказанию помощи многодетным, нуждающимся семьям, продовольственными продуктами, гигиеническими средствами. Также эти все средства берутся от спонсоров наших предпринимателей, которые оказывают такую спонсорскую помощь. Также с нами ездит медик, медицинский сотрудник, который раздает антисептики, маски. Мы вновь возобновили свой колл-центр 404-404, где мы полностью собираем заявки по оказанию помощи. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин